Как обычно, трагедия из н***я Все пишут, да, нет, 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 да Давайте совсем кринжата будет, то вырубим Ну, типа, совсем скучно будет Господи, умер кто, б***ь Жаль, нет Да, умер Мне, когда мне что-то не разрешают снимать Просто трясти начинает меня Что такое камень? Вы меня сейчас в камень, вы не имеете права на камень? Что? Ну, вчера произошло две ситуации И типа, из одной пришла другая Я не ожидала, что вместе с ними придут какие-то дяденьки Понимаю Нам же не надо быть нахрен посланными прямо Для того, чтобы понять, что мы нахрен посланы Но я заметила только одного Маша поцеловалась Которая даже знать не знаю, как ее зовут Захожу в комнату Слушайте, а Маша вообще, да, типа, это У нее Видно, ей У нее проблемы С мужским вниманием Она очень его ищет Везде Просто А там Трясется Господи, думал, дрочит кто-то кому Маша Ты мне до сих пор Нравишься И, походу, я в тебя влюблен Господи, поюбитесь В жопу уже Заебали, блядь Человека полюбили друг друга Я ненавижу Это реалити Я тоже Тебе понравилось? Это ты че? Ты когда через... Че? Ты что? Ты че? Проснулась Лесечка, лучший продюсер До конца Продюсер до конца Гер, давай, расскажи, как сегодня прошло твое утро Хуя, да блядь У меня хуево сегодня утро Короче Я не могу сказать, что мы вчера много пили На мероприятии Но я могу сказать, что алкоголь был какой-то плохой То ли бодяженный То ли выдохшийся У меня вчера, во-первых, когда я доехала до офиса за Юликом Типа я приехала к ребятам в офис У меня так голова болела Мне куда-то обухом огрели по голове Просто ебало И у меня сегодня целый день Как-то, блядь, так ебанно И меня тошнит постоянно Просто жесть какая-то Я, типа, например, сегодня хочу есть Я что-то ем И меня начинают тошнить Утро это просто, вообще, просто трэш Поэтому, блядь, я решила для себя, чтобы я точно блеванула, блядь Руками не трогай, руками, руками Руками можно Реклама, оператор, сюда Руками не трогай, руками Так отойдите, блядь Веранда Да, беременно похмелем, точно Мы идем на завтрак Просто прекрасный день Я прихожу в кафе, в котором я сидел за день до этого Звоню всем, собираю всех, чтобы все пришли поднять сцену Кто успел прийти, мы начали заказывать еду, все заказали Вот он так красиво Беременно, Свеном Кстати, насчет Свена, мы вчера, когда сидели с девочками, собирались Меня осенило, что голова Свена похожа на круассан Прямо на рогалик Сейчас я вам найду Это просто, блядь, рогалик Свен Нет, Дота Дота, Дота 2 Просто, блядь, рогалик Посмотрите Это реально крувасан Вы видите? Вот прям форма, вот эта крувасана У меня вчера прям осенило И тут Олеся Продюсер выбегает и говорит Мы ничего тут не снимаем Я думаю, почему мы не снимаем? Нам не разрешают Кто нам не разрешает? Что нам не разрешает снимать? А по закону разве нельзя в отеле снимать? Можно же Все за бред Я не шарю в это, но мне кажется, можно По крайней мере, где бы мы не отдыхали И где бы я в отеле не снимала Никаких проблем никогда не было Пойдемте? Мы кушаем здесь Пойдемте Все, кто это? Мы кушаем там А вы не можете руками Вы не можете? Я же сказал Нет, что я Вы не можете руками Куда? Пойдемте Я вот этого вообще Когда мне что-то не разрешают снимать Я просто Меня начинает Просто трясти Начинает меня Я выхожу Там какие-то эти мужики Столпились Говорят, что Что они сказали? Сказали, что вы детки в детских костюмах Ну хорошо, детки в детских костюмах Мы кушаем Пойдемте, ребят Детки в детских костюмах Это, оказывается, преступление Ребят Типа, ну, вы так не ходите Не выделяйтесь Дети пришли В яркой одежде Че хочу, то одеваю Вот это, блядь, да ёп Че вообще? Блядь, я бы с такой Такой скандал бы устроила Если бы оплатила отель Пришла в этом отеле Блядь, я ж не голая Пришла Пришла позавтракать И мне говорят Нельзя снимать Вы там как-то не так выглядите Ой, фу Во мне бы это какая-нибудь Внутренняя мерзкая бабка Во мне бы проснулась И я бы начала Вы что себе позволяете? Что это такое, блядь? Да как вы смеете? Ля-ля-ля Ой, я бы устроила, блядь Че за пофи-трэш? И почему нам нельзя было там снимать? Мы бы сели на улице Там никого Ни одной души Ребят, надо туда И ко мне Дедомовская, привет Как здорово Как Поддохнула вчера Да, нормально Но вчера немного Вечеринка испортилась Потому что Грубо говоря В самый разгар Алисе забанили инсту Она очень сильно расстроилась Вот И как-то все пошло по пизде Хорошо проверим Если будем без блюда Я посмотрю, как они будут Да нет, все равно Без блюда может заходить Я вообще воду могу заказать Потом они начали говорить Что я ничего не заказал у них Ну что, мы идем кушать или нет? Мне надо рассказать Он что, я постоянно собрал Мы имеем право нашли кушать Я заказал Ой, я там сидел По какому праву Они имеют право не пустить Я ждал своих друзей В чем проблема, Сергей Я ничего не заказал Я заказал с собой кашу на воде Заказал Машу с кашей на воде А я начал перечислять Что я заказал кашу на воде Что я заказал Яйца Бенедикт Они говорят Нет, ты ничего не заказал Я говорю Мы заказали яйца Бенедикт И как бы мы второй день там сидим И все было классно Дядьки какие-то, блядь, да иблись Очередная постанова дешевая Да, наверное Ну мне понравилось их снимать Очень близко снимал их Вот так вот Прислонял к ним к лицу И снимал Один человек мне несколько раз Вот он вот сейчас увидел Он несколько раз мне говорит А ты мне нравишься Пойдем 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 Что не так Мы пришли покушать Вы насчет Тут начинаете нам говорить Хамить нам Что? В чем проблема? Мы пришли покушать Сгадали иду дальше В чем проблема? Это что у них там Оператор Судолов что ли? Нихуя Ну конечно Судолов Все работу нашел Бля, вам не видно Ну там чел копия Судолов Короче Мы пришли Мы мне тоже нравится Мы пришли покушать Потом еще говорит Да мне нравится Потом еще Ты мне нравишься Я ему говорю Да вы мне тоже нравитесь Давайте так О, кринж тайм Прости за кринж Эпизод 8 Финал Бля, Ева такая милая Вот в этом шоу Мне Ева все больше и больше нравится Она такая нежная Такая маленькая Просто ее занесло не туда Не с теми людьми Ей там только сердце разбивают Сегодня в полном шоке была В смысле? Что вы решите? Мы из-за другого А, мы про другого Там можете рассказать Я вообще в танке Ну что? Ну вчера произошло Две ситуации И типа Одна ужасная Из одной Пришла другая Вот из хорошей Короче Расскажите им Расскажите Давайте Давайте уже С чего? Короче Вчера Когда мы ехали с пляжа Маша сказала То, что ей понравился Чувак из Мики Хаоса Это бы уже Блядь Маше каждый день Кто-то нравится Господи Сколько можно? Я не знаю Как это Как это называется? Но Очень чувствуется Да Что ей в детстве Видимо не хватало Там внимания От папы Или еще что-то такое Но она прям Хочет утонуть В мужском внимании Вообще Прям Хули я сбоку Где-то Блядь Где-то сбоку В припеку Потом мы приходим На тусовку Нихуя переход Такой типа Воспоминания Да куда еще? Места мало Блядь Я на кем Блядь Так что вот так Слава Мерлоу Слава Мерлоу Нет, не Слава Мерлоу Слав Тейлор Вот так вот Что? Типа Да кто это? Я их никого не знаю Кто это? Вот это что-то знакомое Это какой-то Вайнер Мне кажется Я его видела Где-то Свен будет? Нет, Свен не сможет Я позвала Микки в хаос Я пригласила ребят Потому что мы с ними дружим Я их реально люблю Но я не ожидала Что вместе с ними Придут какие-то дяденьки Которые будут себя Достаточно Победлянски Вести себя Блядь Это чисто я Ой, блядь Но для меня Самое главное Что на этом мероприятии будет Даня Комков Андрюша Нойлз Женечка Надеюсь, Анжела будет Слава Алеша Надеюсь Это главное Это главное Как там Сынули Сына корзина, блядь Андрюша Нойлз Как у него дела? Как он там, блядь Без меня Без матери своей Руслан Вот не знаю Не, Руслан мне кажется Не будет Он вроде уже приехал В Петербург обратно Да, было бы весело Если бы Руслан был Слава Сколько лет Слава Слав Тейлор Ты стоишь Ну что, блядь О, как он стал Как он стал Режим уничтожения Какой-то мужик Бухой, блядь Пришел на мероприятия Детей каких-то А куда делся XXL Кстати, да Блядь Футболка Дольче Габбана Она самая Блядь Вот Самые ебаные Шмотки в брендах Это которые Вот где Просто Шмотка И вот здесь Вот так вот написано Дольче Габбана Вот почему-то Это кринжово Именно с этим брэдом И с И с Еще с этим С Ой, блядь Как же он называется Короче На что больше всего Паль делали Вот Вот этот вот Мужик в очках Он подкатывал Ко всем нашим девочкам Когда Лише пела Свою песню Он просто такой Вот так вот Вот для нее Я С этой тусовки С него Сразу же Когда он Гучи Гучи Да-да-да-да Суприм Кстати, да Суприм Очень часто Подделывают А я недавно На форфете Сидела И наткнулась На Суприм Он не такой Дорогой Как мне казалось Мне почему-то Казалось Что Суприм Типа Ну Каких-то сумасшедших Денег стоит Что у него Не, не Балансиага Балансиага Относительно Новый бренд Его не успели Еще так сильно Я освещаю Балансиагу Потому что Я вчера Там тоталлук купила И сейчас Сижу тоже В футболке Этот Короче Суприм Оказался Не такой Дорогой Я почему-то Думала Что Суприм Стоит Ну типа Как Гучи Как Луи Виттон А он Оказался Не такой Дорогой И Вот эти Модели Которые Не вот эти Красно-белые У них там Прикольные Шмотки Очень Очень приятные Мне понравились Но все равно О, там был этот чел Гадкий Очка Семьки Никого не знаю Странно Подошли И поздоровался Типа Они пришли В первую очередь Мне кажется Поздороваться Короче Кто не подписан На мой Телеграм Хочу с вами Поделиться Вчера Знешь Я записываю Кружочки Вчера Пошла В ДЛТ Думала Себе Просто Купить Обувь Потому что Я была В платье И в кроссовках Ну как-то так получается Что у меня ничего нет У меня есть Кроссовки И сланцы Как бы В платье И в кроссовках Странно В сланцах И в платье Осенью Странно Только думаю Ну блин Вот я скидывала Эти ботинки Которые мне понравились Еще давно Думаю Померю их как раз Что обувь Заказывать страшно По итогу Нихуя в наличии нету Я дохуя Всего Перемерила Все говно Я такая что-то подрастроилась Думаю А у меня так сейчас получается Я перебрала Весь свой гардероб Вот так сделаю Да А я же сейчас перебрала Весь свой гардероб Огромное количество Вещей Где-то два пакета По 240 литров Ну все Этих вещей нет Потому что у меня был Получается Период Вот этот период Незащищенности Помните я рассказывала Был Борис Нет Бориса Да Он анонитц утрал Не игрался В смысле Короче Когда у меня был Этот период Незащищенности Когда у меня вес Стал сильно уходить О Ты еще на Борю орал А что Ницик 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 Ну пожалуйста Вот у меня стоит Кружка Налей в нее Пожалуйста Я не хочу Я ее переверну Ты попробуй Я не хочу У меня нет сил Юлик Мне тошнит А ты попробуй как Стал легче Нет Там стакан стоит Он грязный Он не грязный Я пила с ним все Так нет Это вот сводной Как можно А ты что делаешь Сижу Пережу Тряпки Жду Спасибо большое Всем привет Я ценила В смысле Пиздец Ой хорошо Чай Индийский чай Индийский чай Вот И вот это Короче Период у меня Компульсивных покупок Мне надо на самом деле С этим что-то делать Потому что Я понимаю Что я дохуя Покупаю всего Вот просто Всякой хуйни Блять И прям Есть Знаете Этот маршрут Заходим сначала Васос Зару Холм И Чендем Холм Алик Сидишь 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 Вот Я короче Сейчас стараюсь Сдерживать И я Решила для себя Что типа Окей Настолько хочется Мне что-то купить Съезди Ко ты Типа физически И купирась Тебе это надо А я потому что Все онлайн заказываю А потом это все Раздаю Вот И тут сейчас Короче Последний раз Я дохуя Всего отдала У меня Осталось У меня остались Одни штаны Пару домашних Футболок Типа Зимняя обувь Куртка И все Ну типа Ничего больше Половина вещей Стали большие Половина вещей Просто отдала Потому что Ну типа Нахуй этим Складированием Заниматься Кому-то полезнее будет Вот И я так Типа Бля пойду Типа посмотрю Может что появилось Как раз Может штаны себе куплю Потому что У меня единственные Штаны остались И они заляпаны Они не отстирываются Кайф И короче Вчера Значит Мерила Увидела У балансиаги Штаны Блядь Я сейчас вам покажу Блядь Это просто Пиздец Они стоят Каши Целое состояние Но Там консультант Именно отдела Балансиаги Была очень приятная Девочка Она мне сначала Дала одни Одни штаны Я померила Они у меня были раньше Но я заказывала Типа у меня всегда Размер был Брюк и всего XL И я такая О давайте-ка Эти штаны померю Она такая Говорит Это М Я говорю О нет Несите XL Сразу Она говорит Да нет Типа Я думаю Те норм будет Ну похуй И мне М Свободная Я такая Но штаны Такие Типа Опять Суперобычные Спортивные Она мне показывает Новые Типа Вышли штаны Померь Вообще То что я не ношу Я такая Окей Потом смотрю Это размер S Я такая Пиздец Штаны Охуеть Вообще Просто Блядь Это Я вчера Целый день Я была Такая Счастливая Сука Ну типа Меня радуют Покупки Безусловно Продавщица Забулила Не-не-не Там же прикол В том Что висит Ну типа Какое-то количество Этих Блядь Господи Интернет Магазин Который Сум Этот Такой Тяжелый Там Лежит Она говорит Типа Вот пока Эту померь Если типа Тебе будет норм Я принесу Короче Вот эти штаны Вот эти штаны Значит Они супер Широкие И на них Резинка Вот они Широкие И тут еще Вот такая Вот резинка Блядь Вот она Это просто Отвал всего Это Охуенные Штаны Блядь А что так Обрезаемся Сейчас Погодите Вам сделаю Захваток Окна Так Короче Я вообще Была влюблена Вчера Потому что Это что-то Нетипичное Для меня Вот так Хотя бы сделаю Окей Давайте просто В цуме сидеть Это короче Что-то нетипичное Цена Как бы Этих брюк Это просто Пиздец У меня никогда Не было Таких Дорогих И я такая Просто Я вчера В телегу Скидывала Я еще Не видела цены Я такая Просто Ебать Как они Охуенно Сидят И Ну вот Типа Они на мне Охуенно Сидели Просто Охуенно Сидели А я Обычно Ну такая Штаны И как бы Большая Футболочка И все Вот эта вот Футболка Типа того Я такая Блин Ну С большой Футболкой Это будет Просто Пиздец Потому что Они прям Широкие Ну вот Сука Минус Это размер Был С Они мне Просто Болтаются Потому что Я ростом Маленькая Вот И короче Она говорит А давай-ка Я тебе принесу Короче Боди Попробуешь С боди То есть Это был Вчера Полностью Вот Две Шмотки Которые Я никогда Си не могла Позволить То есть Штаны То что Мне по Размеру Это раз И Боди Которое Полностью В облипку И Ничего Сверху Я не пытаюсь Ничего Прикрыть И мне так Понравилось Как это Выглядит Ну и Кто Подписан На мою телегу Я скидывала Вчера Вообще Блядь Это такое Чувство Странное Просто Пиздец Это такое Странное Чувство Что Ну короче Я в последний раз Ходила по магазинам Целенаправленно Прям в примерочную Я не помню Когда Вообще Блядь Не помню Когда Потому что Боди Я не взяла Потому что У меня дома Есть Обычное Типа Боди Там оно Стоит Семнашку У меня Обычное Сейчика Стоит Типа Обычное Черное Боди Я говорю Я померялась С этими штанами Такого Забись Типа У меня Дума Есть И все Стала Брать Этот А я же Вчера Вроде Кружочек Записывала С боди Или я Юлик Типа Я Короче Ходила В примерочные Я не помню Когда Последний раз Потому что Для меня Это был Всегда Стресс Во-первых Эти Примерочные Тебе кажется Что кто-то Будет За тобой Подглядывать И там Постоянно Такое Освещение Что Я ваху Даш Такая Попа Огромная Я не знаю Это комплимент Или Оскорбление Но мне Все равно Ну да Слушай У меня Жопа В Обхвате Слушай Где-то Сто С хуем Сантиметров Сто Десять Может Я раньше Когда Короче Я раньше Плакала Смотрела В зеркало И говорила Почему У меня Тело Кентавра Я такая Почему У меня Тело Кентавра Почему У меня Чужие Ноги Вот Не Меня Типа Моя фигура Устраивает Вообще Я им Довольна Я себя Люблю Этот Вот Насчет Жопы Это Наверное Юлик Прям Дал Мне Понять Что Я Вообще Самая Пиздатая Блять Понятно Блять Он Мне Говорил Говорит Я Самого Детства Мечтал Такой Девушке Чтобы У нее Был Такой Тип Фигуры Для Меня Это Вообще Просто Ахуеть А тут Появилась Ты И Потом Через Кое-то Время Говорит Я Этот Увидел Твой Тип Фигуры И Все Говорит Я Понял Ты Та Самое Это Было Так Странно Потому Что Всегда За мой Тип Фигуры Типа Ну Все Такие Вообще Это Прикольно Когда Ноги Худые Окей Так Что Вот Вот Так Вот Я Вчера Конечно И Я Вчера Себе Еще Купила Короткий Пуховик У 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 Потому Что На Алисе Она Так Охуенно Смотрелась Оно И было Как Оверсайз Длинное Она Еще Высокая И Она Была В Платье В Мартинсах И Ей В Эм Пальто Было Охуенно Я Говорю Блядь Алиса Бери На Тебя Так Хорошо Смотрится Вот И Короче Я Купила Вчера Себе Этот Короткий Пухан Еще И Даже Мы Вчера Даже Пришли Мне Даже Антон Сделал Вчера Комплимент Говорит Какой Красивый Пуховичок Как Ты Хорошо Выглядишь Вот Вот Так Заглядывала Да Вчера Заехала За парнем Вчера Своим Они Вчера Бедные Снимали Досняли Корейку Где-то До Скольки До 23 23 Так Бля У ребят В офисе Так Безда Вообще У них Там Они Пока Снимали У них Я На этом Диванчике Уснула Чуть У них Там Так Хорошо Вот Так Что Вон Так И И мы Вчера Тоже С девочкой Общались Насчет Вот Эти Без Кали О господи Разбаньте Разбаньте Плиз Аня А за что Тебя Забанили А за что Тебя Забанили Разбаньте Пожалуйста Вы Если вдруг Кого-то поймите За спам Или за оскорбление То Банте Не навсегда Там Ну На чуть-чуть Чтобы Чтобы Потом Была Возможность Писать Вот У нас же Не стрим Габзавра Кстати Сегодня же Стрим Габзавра Дебика Вот И короче У кого То же самое Кто так же Покупает Всякую Дребедень Блядь Мы вчера С девочками Тоже Извинюсь Это обсуждали И тоже Типа Есть такая Хуйня Покупаешь Всякую Блядь Хуйню Ну и Типа Че с этим Делать Потому что Насколько я знаю Если у меня Это из еды Переросло Типа Вот В покупки То Это как Нужно Типа Если Если так же Вести себя Как с едой То Нельзя Себя Ограничивать Или Или Нужно Себя Ограничивать Я Не понимаю Антон Хотел Заманить Да Стрем Я Когда молчу Типа То тишина Я понимаю Что она Пугает Но Это Короче Если убрать Тишину Он захватывает Все звуки Подряд И Не прикольно У меня Вот Системник Тарахтит И он Тарахтение Может захватывать Сегодня Пятница А Сегодня Пятница Блять Что С ума Не так Извините А Сегодня Стрим Их Нет Ой Сори Забавно А мы Вчера Блять Потому что Все думали Что Вчера Была Пятница Вот Блять Я тебе На Короче И Мы Впронщ Впринципе Как-то Тусуемся И Очень плохо Тусуемся Очень скучно Нами Приезжают Ребята Из Микки Хауса И с ними Два Каких-то Тилохранителя А с ними Мы Что за Микки Хаус Кто Это Вчера Тусили На какой-то Тусовке Нас Просто Ребята Пригласили Из дома Они Какие-то Очень Грубые Дерзкие Непонятные Какие-то Нахалистые Нахабистые Они 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 Эти Эти Микки Микки Маус Блядь Микки Хаус Какие-то Какие-то Тридцатилетние Чуваки Че им делать-то Из Нахабина Вот Они Очень грубо Себя как-то Рыгает Рыгает Ведут И все Рассасываются Всем стало Очень неловко У всех Появилось Слово Джембо Где-то В голове Очень внутри Что это значит Я не понимаю Что значит Старая Нет такого Что Кому Это Мы не понимаем Нам же не надо Быть Посланными Прямо для того Чтобы понять Что мы нахер Послан Мать Все Мать Да Понимаешь Просто Иди переварить Запиши А что за наглые Блядь Уф Как ты Не слушай Тойди слушай Это тоже тупый Тип Вы приходите Да На вечеринке Кстати Вам кажется Что Вам кто-то не рад Что придет Не вы сами же сказали Что Мы это Почувствовали И ты сама Потому что Сказала Что там Кто-то Что не нравится Нет Я сказала Давайте Все познакомимся Слово Проблема Он с никотинским Ворвался Не 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 Вы Да Вы Да Степа У меня Это Степа Ожидали Как его У нас С ним Так Похожи Черты Лица У меня Я так понимаю Что его Расслабленное лицо Тоже Вот такое У меня Всегда Все Кто меня Не знает Думают Что я Всегда Недовольна У меня Расслабленное Лицо Очень Гадкое Вот Я не могу Даже его Показать Но Все Все Думают Все нормально Все хорошо Все в порядке Юлик обычно говорит Это нормально Все нормально Он нет Просто Ребята Посмотри Мои Как Что Я Убежали Убежали Бояться Его Они хотели Познать Твоих Ребят Тебя С хаоса А прежде Кито Типа Которых Мы даже Не знаем Все Мои Барыч Наш Друзья Все Ладик Которые С нами Были Для Для Них Типа И Чуть Как Давайте Просто Я Разбираться И Босс 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 И Деставлять Вам Дискомфорт Нам Мы Весело Мы Там Жекустили Вы Вас Видели Описали Осману Приходите К нам Мы Пришли Просто Подержать Типа Поснимать Поздравить Что Вы Сняли Съемки Молчат Все Ну Давайте Выпьем За Ваши Шоу Что Сняли Тарелку Разбили Хватит Буха Что Все Молчают О Слава Ой Слава Этот Володя Зайки Блять Зайки Блять Есть Кто Когда Нажирается Да Есть Разные Типа Людей Когда Они Бухие Есть Приятные Люди Пьяные Очень Общаемся Там Типа Здорово Классно Есть Противные Когда Нажираются Начинают Доебываться Нихуя Не Слышат Блять До Тебя Доебываются Че То Блять Хотят Фу Потом Будете Разговаривать Пожалуйста Потом Будете Разговаривать Да Схуя Ли Блять Пойдем Че Даня Погнали Пойдем Пойдем Это Пол Да Это Некрасиво И Вот Они Бухи в говно Если Им Скажешь Типа Может Будь Вы Пойдете Домой То Начнется Срач Полный Срач Не Комков Пьяный Вообще Лучший Комков Пьяный Очень Смешной Он Такой Милый Начинает Шутить Много Очень А Да Андрюша Начинает О великом Рассуждать И Обязательно Обязательно Чтобы Рассуждать О великом Нужно Горить Ассоциации С едой Обязательно Какие-то Примеры Что Были С едой Это Важно Это Правда Невесиво Я Кстати Влог Начала Снимать Буду Снимать То же самое Что Я Понимаешь Никит Здравствуйте Здравствуйте А кто-нибудь хочет такую печеньку Я хочу Я к тому Если вы не хотите Можете отдать мне Я очень хочу Короче на самом деле Ребят Я пропустил Наверное Все реалити Что Очень Очень большую часть Я до сих пор Не знаю Что там Произошло Вообще Не знаю Где именно Ну вот До моего приезда Печеньки заказал Я знаю Четыре разные истории Про Барби Со слов других людей Четыре И они все разные А от кого Не важно Важно Это не важно Это не важно Что за хуйня Это не важно Сказала Говори Бэть Что за красиво Блядь ненавижу Я знаю Четыре От тебя разные истории Но от кого Не важно Ну и пошел Нахуй Тогда Раз так Чуч Потому что Я в итоге Ну подумал Что я не буду Что за бред Я не буду складывать Какое-то свое мнение По четырем Разным историям Я лучше дождусь Реалити Когда это уже выйдет Я посмотрю Это для меня Это наверное У меня тоже Интересно Я не знаю Вы согласитесь или нет Но по сравнению Наверное С первым сезоном Здесь На момент времени Происходит Супер Больше Реально Заебали Лизать очко Друг друга Вот Вообще Реалити Блин Мы такие настоящие Блин Мы такие пиздаты И вот Ну блин Реально Я считаю Что Если хочешь пить Пей воду Да И вот Ну Я Я не слушаю мнения Других Я вот Ну хочу дождаться Реалити Посмотреть Как там Был на самом деле Я считаю Что те сезоны Этот сезон Самый настоящий Те сезоны Были Да Настоящие Но вот Это прям Очень настоящий Ну и вообще Реально Мы такие пиздатые И все остальные Хуйня Вот И Ну У нас нет постанов И ничего Вообще У нас такого нет Ни сценария А Вот Мы настоящие Да Каких-то моментов И поводов Там В том сезон Там В том сезон Мы одну и ту же Тему Послесорили А здесь нет Девочки Поставили Закрывать Ну да Трэш А в этом Ну мы типа И первая Вот эта история Со сменой А в этом Живем Живем Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба Все подряд Все подряд Микки Хаус И я знаю Что там было Очень много людей Криките мне за лупой Пожалуйста Конечно Залупа Но я заметила Только Одного Сразу И так получается Что ко мне Подходит Осман И говорит То что Я понравилась Оказывается Мальчику Вчера Так Блядь Ей Ей Достаточно Этот Я не понимаю Помните Вчера была На вечеринке И Я ему Понравилась А мне он тоже Понравился Говорит Миша Про тебя Говорил Весь день Только что Подошел Чувак Ну Этот Из Микки Пауз Я слышала Он сказал Что ты кому нравишься А кому Тот Кто мне нравится Миша Дравлес Я вообще В шоке Да И 28 Ну Типа Не У нее очевидна Какая-то травма Очень Которую Надо проработать Вот Именно С мужчинами И все Я такая Взяла все В свои руки И подошла Такая И началась С ним Общаться Я говорю Ну Потому что Реально Необычный Пипец Увидели Вы Внешность Я Подхожу К нему И говорю Даже Еще В прошлой Серии Там Сидела На плече У Этого У Этого У Господи Бэмби Она Как реально Знаете Как в садике Я тебя Люблю И тебя Люблю И тебя Люблю Я один Стакан Выпила Я напилась И я Стала Очень Смелая И Что-то Ему Тоже Предлагала Пить И Подходит Ко Мне Лина Машенька Ты можешь Пожалуйста Быстрее Посмотреть Меринду Мне Татьяна Сейчас Вены Вскроет Нет Завтра Ты Что Завтра Так Написать И Говорит Меринда Меринда Нужно Сделать Меринда Вот так Подходит Фотку Выбери Татьяночка Там Переживает И Он Такой Милый Берет И Выбирает Фотку Для Меринды Для Поста И Я Такой Ммм Вот так Бля Ей Так Мало Нужно Чтобы Ее Покорить Мила Выбери Какая Тебя Четыре Выбери Четыре Приди Он Даже Я Смотрела У него Он Что-то Говорил И Он Я Напоминал Меня Как-то В какой-то Степени Ну да Ну да Согласна На мысль Моргенштерна Слушает Ну да Просто Подой Мне понравились Его татуировки Они такие Вообще Его губы Блин да Он мне весь Понравился Он необычный Просто человек Как будто Вот честно Первый раз Я увидел Когда Маша Начала крутиться С каким-то чуваком Это когда Они стояли У коктейлей Они просто стояли Общались С минутку Думаю Ну блин Общается Да Общается Ну просто Поглядывал Ну потом Думаю Ладно Я не буду Это вообще Не мое дело Блядь Реально Пятилетний Тусу Ну это вообще Какая ниша Кринж Ты же с этой Блядь Белобрыз Ой блядь Уйду Я ухожу Потом мы уходим Все вниз Тусуемся Я поднимаюсь Так Где Степа Где все Начинаю Идти наверх В свою комнату И смотрю Маша сидит С этим чуваком Я такой Оу Прикол И в какой-то момент Я пожалел То что Знаете У нас У нас была такая штука То что вы говорили Надо показывать свои эмоции Какой ты есть реально В какой-то момент Я подумал Ну наверное Если вот это послание дойдет Которое передавал Маше Это по каждому слабость Послание было в том Что Маша Ты мне до сих пор нравишься И походу Я в тебя влюблен До сих пор Сори Мы заходим В нашу комнату С Никитой Я леди И ты начинаешь там общаться Я уже не помню о чем И выходим И я смотрю Машина голова Лежит На его плече Я такой Никите Как быстро Сколько прошло Час Смотри Ну я не знаю Типа такие моменты Я не знаю Вообще Блядь Болезни могу Фух Что ты чувствуешь этот момент Скорее Наверное Что-то между больно Но с другой стороны Я осознаю Что это Лично мои проблемы Это Реально мои проблемы Маша в этом Вообще никак не винулась Это только Мои заебы Мои проблемы Это правильно Так и есть Грустно Но так и есть Мне стало холодно И мы решили Пойти ко мне В комнату Ой Блядь Ну тебе 28 лет Ну что ты меня Затираешь А нам стало Холодно И мы решили Попить чай Я захотела Ему показать Детских фотографий Моих Чуть-чуть Чуть-чуть Ну короче Такое ощущение Что он мне настолько Уже рассказал Про себя Все Но я ему там Много всего рассказала Про то Как у нас все происходит И так далее И я уже его смотрю И говорю Может такое ощущение Что я знаю тебя уже Очень давно Очень давно И потом Он такой говорит А когда ты уезжаешь Я говорю Завтра Он такой Я не хочу Чтоб ты уезжала Я говорю Почему Это самое Говорю Ну почему Ты не хочешь Чтобы я Уезжала Он говорит Ты мне нравишься Я говорю Ты мне тоже И мы поцеловались И поебались Я так думаю И потом Даже к Келле Пришла Шальная Пенсионерка Так Подождите Почему Женщина Постоянно Влюбляется В разных Парней Блять Нет Он меня не так понял Почему Как сформулировать Почему 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 Она Вообще Очень плохо Соображаю Да Девушка Каждый день Влюбляется А Не Знаете Как Последствия Отсутствие Отца В жизни Дочери Отсутствие Отеца Дочь Отсутствующий Отец Вот Думаю Так будет Лучше Блять Стихи Какие Сейчас Так Как Отец Мать Могут Сломать Личную Жизнь Дочери Влияние Отца Отсутствие Отца Девочки Лишенные По той Или Иной Причине Общения С отцом Часто Ищут В партнере Появление Отцовской Заботы Поэтому Выбирают Мужчин Старше Себя Но Это Не она Она Выбирает Мужчин Младше Себя Вот Надо Загуглить Почему Девушка Выбирает Мужчин Младше Себя Почему Женщина Выбирает Мужчин Моложе Себя Сейчас мы разберемся Блять Здесь на картинке Цыпленок Желание Молодиться Любовники Хорошие Партнеры Плюсом В таких Отношениях Для женщины Также Может считаться Неопытность Молодого Человека Его Несерьезность Многие Парни В молодом Возрасте Еще не Решили Чего Хотят От жизни Они Определились Будущими Перспективами Доявляли Сформировали Какие Либо Определенные Взгляды На мир Поэтому Такое Отличие От более Зрелых Мужчин Может сыграть Женщине На руку В таком Случа Молодого Человека Можно Слегка Изменить Грамотно Подчинить Парня Своим Взглядом Обществен Общественные Взгляды Она 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 Мне кажется Если Сейчас Включить Каждый Сезон И Посмотреть Каждую Серию В каждой Серии Будет Что Она То с тем То с тем То она Говорит Что Влюблена Еще до сих Пор В этого Лысого Этого Мальчика То Блядь С этим Вот с этим Блядь Волосатым Мальчиком То она Сейчас С этим То с тем Короче Как-то У нее Постоянно Каждый День Что-то Новое Не то Что Как Нимфоманка Нимфоманка Это другое А вот Какая-то Она Слишком Да Очень Сильно Зависима От мужского Внимания Ой Я потеряла Прям Нездорова И вот Ей Достаточно Совсем Чуть Времени Чтобы Уже Вот Настолько Переходить Не знаю Там Что-то Это Что-то Такое Взяла И ушла Аказ Ставила Вот Такую Щель И сняла Как Пуцелуемся Прихожу Просто К ребятам В номер Я не хотела Ничего Говорить Я просто Пришла К ребятам Что Будет Вставай Никто Видимо Она Еще Не хотела Чтоб Кто-то Знав Ничего Что Ты Ничего Что Ты Снимаешь Нет Камера Я Элиза Я Элиза Мартирося Как они Синхронизировались Мы все Одобряем Да Очень Хорошие Осуждаю Осуждаю И они Все Такие Ну Че Ты Улыбаешься Че Мы Знаем Что Ты Поцеловалась Я Такая В смысле Как Откуда Откуда Они Это Знают И тут Степа Мне в комнате По секрету Говорит Тим Там Даша Такой Контент Смела Что Про Такие они Свиньи По секрету Я Такой Сёп Ну Расскажи Он Нет Не Расскажу Не Расскажу Зачем Ты Говорил А Говорю Ж И Б Рассказывай Что Было Это Ж Очень Интересно Он Рассказывает Вот Там За стеночкой Очень Страстно Целуется Мари Сэн Степом Из Микки Хаус Маша Важный Вопрос Он Выше Тебя Да Да Слава Да Я Так И Не Увидел Это Видео Потому Что Мне Никуда Не Показал Но Я Очень Рад Это Реально Очень Круто Такая Атмосфера У нас Как Всегда Лагерная Я Очень Рад За Маш Что У 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 А Это Последняя Серия Сезона Без Обид Без Обид Никто Ну Бля Как Вы Влюблены В Машу Самовлюбленная Эгоистка Влюбленная Только В себя И Думает Что Пуп Земли В 27 Лет Застрявшая Детство Вот И Все Мнение О Ней Честно Смотря На Машу У 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 Видела, то же самое бы сделала Ну что я могу сказать Это Икса Но тут другой нюанс существует В нашей среде В этой движухе Мне Бом по секрету рассказал, что несколько дней назад Он Афанак говорил, что он влюблен в Марисен до сих пор Они там что-то общались Она его отшила Когда у нас происходит диалог уже Даши у нас в комнате Я помню серию, как она на его плече лежала Любой контакт, блядь Она показывает видео ребятам И из двери торчит башка Бэмби Который вот так вот И сзади Бум Где-то снизу Короче Бум, видимо, слышит То, что Маша Сен Поцеловалась с вот этим чуваком Который даже знать не знаю, как зовут И Я такой, вау И все, я развернулся, ушел в комнату Все, просто Я не знаю, как силы иссякли, наверное, не знаю Я не знаю, как это передать Просто потух Сел такое И все, я сидел, молчал Кринж Кто-то забеременел? Ну что, он не хочет Позвонить Чем скором? Чем скором? Он прям со съесть Его трясет, он врубается Он как трясет, у него зубы весь холодный Что случилось? Бэмби говорит, такое Мне было три раза Он даже, молчал, приезжал Скоро, я должен успокоиться Даже если успокоиться Это не нормально Что случилось-то? Я понимаю, да, это Шон Он меня так раздражает Что они все снимают Мне так это бесит Вообще, блядь Так некрасиво Это Бэмби? Он ревет Ой Бэмби или Бумбум? Бумбум Типа, чуть ли не бену за рта Это типа У него был такой Короче, я слышу Сейчас, сейчас Ребят, я это видел Он лежит вот так вот Он Трясет У него все здесь красное Может, у него приступ какой-то? И зачем он? Он плачет Я не знаю Как еще он же могу И Степка говорит Вот, понимаете, когда серебро И отрубается И потом опять Да, его просто такой трясет Из-за того, что Маша Они стояли с Бумбами Да, если бы все было хорошо Да, и они на моменте ушли Они стали слушать И все Типа, что Маша Поцеловалась с Бумбами Забегает Бэмби в комнату и говорит Чуваке 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 Звук у меня Прыгает Забегает Бэмби в комнату и говорит Чуваке, есть здесь Степа? Где Степа? Говорю, Степа, в туалете Что такое? Забор Расскажи Можешь подойти со мной Или срочно пойдем со мной Такой, ладно, пойдем Захожу в комнату А там Бум Трясется на кровати У него очень сильно скалятся зубы И он постоянно отключается У нас паника Потому что это наш друг И мы не понимаем, что сделать Скорую вызвать Почему скорую не вызвать? У него что? Передоз? Что? Ситуация Паническая атака Мы не знаем, что сделать В панической атаке Мы пытаемся Принести ему воды Закапать в рот Успокоительно Пытаемся Может быть у него Блядь, какой-нибудь Приступ, блядь, случился Я не знаю Делай все, что угодно Зовем Степу Степа, тоже ванну Все ванну Потому что делать Человек просто Толесется Это очень страшно Ты просто еще не думаешь Сейчас вообще Ничего не будет Чувак ему хуярит Не думай о ничем Не думай о ничем плохом Вообще Все хорошо Скорую просто Просто вызвать Скорую И все Хотя бы прокапать его Или успокоительное Хоть что-то Ну потому что Хуй знает Что там Это я просто Что это Это, наверное, не все Скорая То, что если Просто перенервничал Срыв Ну типа Как Я спросил Скорая по телефону Я говорю Че такое Ну, че, трясется Он говорит Перенервничал Ну, наверное Да че, блядь, у меня Со звуком Заебал Компьютер Трясется, трясется Трясется Отключается И заново Начинает это все делать Очень резко Ну, это ненормально Ну, вызовите, блядь, скорую Очень жестко Все, я трогаю его лоб Он очень сильно горяч А руки очень сильно холодные Это скоро, да? Алла Да, здравствуй Да, вызывали Давайте встретим Короче, у него какой-то вот момент бывает Когда у него напряжение И какой-то Ловит какой-то триггер Ну типа, вот что-то вот начинает Не знаю Блядь, вот этот, блядь Он так сложно объясняет Ну, я это, в общем, короче Он начинает сейчас отдыхание Сейчас скажу Вот так, когда начинает сейчас отдыхание Все больше, больше, блядь А потом погружается Он начинает отличаться Он как будто хочет очень умно сказать Но не может подобрать слов И вместо обычного одного слова Пытается еще 500 подобрать Пошелся Сейчас, в такой хератик Где он сейчас пошли туда? Вот Мы его еле успокоили Он сейчас видит спина А ты рассказал, что такое бывало? Что такое уже было? Рассказал? Ну хоть, слава богу, скорую вызвали Просто неважно, перенервничал или нет Ну, блядь, такое состояние Помощь-то нужна Это ужасно Даже сейчас крысу снимает Ну хоть закрыли дверь, блядь У меня компик лагает Кодировщик перегружен Попробуйте понизить настройки Что? Слава богу, что сейчас все хорошо Надеюсь, такого больше не повторится Он не будет об этом думать Он пойдет дальше Потому что девчонок много И это не самое главное в жизни Люди уходят, приходят И нужно понимать, что не всегда Ты будешь с той девчонкой, которой сильно нравится Потому что это жизнь И к этому надо привыкнуть И это надо понять К сожалению, как бы это ни было Но так бывает Поэтому, бро, Дань Бро Не парься по этому поводу Ты крутой, ты красивый, харизматичный Главное, оставайся всегда В полной связке духовности с собой Здесь и здесь Это самое главное, братан От души души Мы вчера с Бумом разговаривали Перед тем, как у него там вот это все случилось И он мне рассказывал про свои там переживания Про то, что он не может там кого-то простить Про то, что конкретные истории для него Это не норма И то, что я говорю, что у людей есть эмоции Их нужно всегда выпускать А Бум говорит, я не могу Я всегда сдерживаюсь Я всегда сдерживался Хуёво У меня не было У меня не было такого состояния Знаешь, я всегда сдерживаюсь Блядь У меня прям вайп с Чаной одинаковый На всех тусовках Всегда Короче, вот всегда на всех тусовках Происходит какой-то период Когда кто-то меня такой Даш, можно с тобой поговорить? И меня кто-то один куда-то отдельно отводит И у нас происходит небольшая сессия психологическая И я тоже И вчера даже с Антоном мы сидели И говорю, Антон, ну как ты спишь? И я уже вижу по лицу, он такой Не очень Что я опять сейчас начну Говорю, Антон, сколько часов ты спишь? Он говорит, ну главное же нет Они говорят, нет, Антон, сколько ты отдыхаешь? Потом я пошла в психолог Я не сталкиваю То, что ты держишься, это тебе же плохо будет Ну да Я точно так же, тоже на каждой тусовке Говорю, ну вот Вот что-то происходит Как ты себя ведешь? Как ты себя чувствуешь? Что ты делаешь? В какой-то момент у тебя случится твой бум Бум И ты просто изольешь На кого-то, ну скорее всего Ты не захочешь Ну мне не так, у меня не изольешь У меня просто Либо тебе стоит эмоциональный очень плохо Ты впадешь, то есть Зачем тебе это? Я говорю, тогда, бум У тебя в конечном итоге случится Вот такой вот бум И просто через пару часов У него случается его бум Ну вот Ну типа, все же понимают Что? Это реально так было Да, это реально так было В поле На карте Смотрите, как у меня волосы пиздата свежо выглядят Хотя я мыла их вчера Просто Как вам? Хотите расскажу секрет? Что это? Там ампулы Диксон Они, кстати, не очень дорогие Сейчас вам покажу Мне, короче, какая-то снежа Подсказала Вдруг просто у кого проблемы с этими С концами, которые секутся Вот эти ампулы, короче Вот эта упаковка стоит Сейчас вам скажу, сколько их там 12 штук Давайте на Яндекс.Маркете Сколько она стоит Она стоит 1300 рублей Короче Эти ампулы, они, возможно, не очень приятно воняют Такой околоспертяжный запах Но я к ним привыкла Вот если вы Кто волосы Это не реклама Кто волосы осветляет Или еще что-то Короче, наносите Пените И на минут 10 Я очень эти ампулы люблю Вообще обожаю Вот, рекомендую Они пиздатые Даже нет Мне их даже не снежа рекомендовала А когда-то давно Когда я еще только начинала встречаться с Юликом Я Может, туда помню, видос Где я сама себе волосы осветляла Вот тогда я, по-моему, первый раз купила эти ампулы Я тогда сильно испугалась Я так, короче, наношу на волосы И они становятся теплыми И они как-то так раз И склеились Я такая Все, пиздание Сейчас отвалится И они запенились И я такая Бля, пиздец Потом мой Они такие гладенькие Я такая Оооо Так что вот Всем рекомендую И если вы живете в Питере Рекомендую покупать Знаете где? В Мир украшений Где недалеко от Семнашки Там, короче Почему в этом магазе? Потому что это магазин для мастеров И если вы там себе заводите как скидочную карту То вам все товары будут по цене оптовым Типа без наценки магазина А ты до скольки будешь? Ну, у меня чуть-чуть осталось Думаю, еще, может, полчасика Хорошо А ты скоро тоже будешь? Да, после тебя Ты еще коричневый Да? Нет, это уже мой цвет Оливковый Олива У меня тоже не до сих пор Да Топлю Че? Привет, Живрлбакс Че, все модераторы на месте? Нет Кого нету? Стрим сегодня, да Че будешь делать? Сижу в рыбалке в Майнкрафте В рыбалке? Да А че там? О, слушай, а может, это зайдешь и я к тебе на сервер зайду? Можно А, ты сейчас хочешь? Угу Так ты же смотришь Ну, мы можем с тобой сконнектиться и вместе посидеть на сервисе Можно 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 Так закончишь Это значит нет Это странно, что после нашего разговора через 4 часа он словил паническую атаку Ему стало очень плохо, ему вызывали скорую, я знаю И это просто то, о чем я ему сказала, получается То, что в один момент он просто взорвется И он взорвался Поэтому, ребят, никогда не сдерживайтесь У вас есть эмоции, если вы их испытываете, это прекрасно Чаночка, ты такая умница Ты единственный Не единственный, ладно, еще есть Ева А светлый лучик в этом шоу Реально, нахуй тебе это, Иксо Господи, ты сама как отдельная личность Просто чудо вообще Нахуй оно тебе все надо Плачьте Орите Посылайте людей на Все это можно простить Все можно простить И я считаю, что Бум должен простить Настю Мне на реалити очень херово Потому что я, ну вот прям в каждую ситуацию вживаюсь Это ненормально, я считаю Но меня колышет от всего, что Смотрите, это прям оговорочка какая-то по Фрейду Реально Он говорит, я в каждую ситуацию вживаюсь То есть это не что-то настоящее Это постановка Только происходит здесь Стоящему колышет или нет? Ведь меня дискорд пикнул или нет? Или мне показалось? Мы сидим в дискорде Скин мне ножки, сучка Нет, показалось По-настоящему, Тим В конце вечера я очень устала Как всегда я не находила себе места Я натягивала улыбку Делала вид, что все хорошо Хотя внутри у меня просто ужас И на утро я узнаю Ну я рано легла спать На утро я узнаю, что у Дани случилась паническая атака Ну да, вчера у Дани случилась паническая атака Это просто письмо Я просто, ну, типа, хорошо, что это многие не видели Я надеюсь, что это... Мне кажется, я зарыдала там У меня истерика началась А что это было? Я пошла спать А, да? Да Мне об этом говорит Маша И Маша говорит, что это из-за того, что она поцеловалась с одним мальчиком Во-первых, я безумно перепугалась за Даню Потому что мне не все равно Мне очень жаль, что я не оказалась в эту трудную минуту рядом с ним На самом деле, единственное, что мне сейчас хочется Чтобы я увидела Даню счастливым Потому что я смотрю на него И он ходит грустный И я хочу, чтобы он так же веселился Убегал, прыгал, как дурачок Чтобы он шутил свои тупые шутки Чтобы он был самим собой Я не знаю, что сейчас с ним происходит И самое главное, что это влияет на меня Если ему плохо, то и мне тоже плохо Я ненавижу это реалити Ну да, я... Кринж Вы просто не понимаете Каково это потерять друга? Друга! Я так хотела друга! Просто... Что я чувствую? Я чувствую игнор в свою сторону Друг это что-то большее Доброе утро На еще похмелись Как дела? Как дела? Нормально Мне сегодня... Мне с утра пишут Пишут, что Степа и Рома Думают, что мы с тобой... Типа они на 100% уверены в этом Типа это даже не Степа Они такие Это точно Типа это серьезно Меня спрашивают, почему? Потому что они спали вместе Мы не спали вместе? Мы не спали вместе Как я могу спать с бременной Как я могу спать с собой Если я спала с Кристиной Это Степа с Ромой Ходят такие Они 100% страх Может, ты не прикалываешь? Я тоже говорю Они прикалываются Ну, может, нет Они серьезно Они прям уверены Очень приятно Ну, да Просто это глупо Это очень странно Что Никитаства? Ну, я ему объяснила Что ничего не было А что было? А что было тогда На этой вечеринке? Что ты на тебя звонил? Где? На вечеринке В Казани? Нет На тот В Сачах Я, если честно, не особо помню Он мне звонил И говорит, что вот Кто-то был в Казани И видел, что у нас Что-то с тобой было Ну, знаешь Он не сказал Что конкретно Ну, то есть Я имею в виду Что он специально Сказал что-то Чтобы вывести Блядь Ни о чем Блядь Я на чистую воду Но он не смог Напомню название Тим сделал предложение Чане Опять все что-то Вырвано из контекста Чтобы забайтить Вот И потом я просто Очень долго ему пыталась Объяснить, что Ну, это невозможно просто Но, по крайней мере Я думаю, что Ты бы так не поступил Я Я старый дед Конечно Я ему говорила Я же старый дед Да, конечно Вы дед Я Так же уважаю И тебя И Никиту И я Общу ноги Так говорят И думают Так же давно было Когда мы с тобой Еще ролики снимали Это нормально Это ревность Никита Я бы тоже ревновал Я считаю, что мы с Тимом В самых прекрасных Взаимоотношениях В самых Прекрасных Дружеских Взаимоотношениях Что я хочу подчеркнуть Потому что я знаю Что очень многие Нас раньше Агрессивно Достаточно шиперили Агрессивный шиперинг Это когда Если ты Снимаешь Сторис С человеком То все Вы лучшая пара На планете Хотя там Это обычный Сторис Если ты выкладываешь Фото с этим Вы там Скоро выйти замуж Поженитесь Вы лучшая пара Для меня Это не очень Не очень понятно И мне немного Даже некомфортно Когда такое писали Потому что я уже Состояла в отношениях На тот момент Меня шиперили Саша и Кат И когда У тебя есть парень И ты просто Снимаешься Своим другом Я была бы не против То ты немного Теряешься Ты не понимаешь Что происходит И перед парнем Как-то очень Странно То есть Это неправильно И перед Тимом Тоже как-то Непонятная Какая-то ситуация Я бы тоже Ревновал Классная Девчонка Просто надо Как-то всем Дать понять Что мы просто Дружим Комменты за 2020 год Так она же сказала Раньше Раньше Что мы просто Дружим И на этом Все в общем-то И заканчивается Я правда Тебя люблю Как человек И Всегда Тебя защищу Там в любой Непонятной ситуации И так далее А не знаю Почему парни Так думают Мне кажется Они просто Хотят думать И им сложно Вот и все У меня есть Часто все равно Я знаю правду И ты знаешь правду Ты же знаешь Но если честно Ото время Я предполагала Что возможно Я симпатична Тиму Сейчас я не уверена Потому что Я знаю все Что происходит В его жизни С какими он девушками С какими Он нет Вот И Все-таки Все-таки Тим не мой Первый друг И Обычно Когда я дружила С парнями Они влюблялись Про предложение Помнишь? Помнишь? Да Так вот На как это делать Я хочу сделать Предложение И Чтобы Мы С тобой Остались Не всегда Хорошими друзьями Шепридашу Это Объюзивные отношения Это ужасные отношения Честно Кринжет Давно для себя Как-то это понял Что Пошли нахуй Вы меня заебали Вы душные О блядь Стас Аскет Вот это человек Блядь 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 Блядь